Образ человека будущего, и вокруг этого строить образование, и медицину, если хотите, потому что на самом деле в Китае в своё время давно-давно подкармливали и подплачивали тех лекарей, которые не давали людям заболеть, а не лечили их. То есть если наше образование бы строилось по поводу того, чтобы меньше людей болело, а не чтобы выдумывать, как их лечить, то есть другая парадигма здорового образа жизни, а это без образования невозможно. Почему человек создал искусственный интеллект, который может его поработить? Для того, чтобы человек в своём эволюционном развитии, создав себе такого же конкурента, который лишит скоро его рабочих мест, задумался наконец, чем же он отличается, чтобы у него самосознание происходило. Со слов «это ваши проблемы» началось сопровождение развала Советского Союза. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня со мной на связи любимый вами и глубоко уважаемый Хасай Алиев. Хасай, здравствуйте! Привет, привет! Я как раз занят любимым делом. Вот я нарисовываю свою внучку, я ей делаю такой подарок. Вот здесь осталось ещё немножко ручку правильно сделать, всё остальное я почти уже сделал. Ну тогда я с тобой буду, только с тобой сейчас. Хорошо, спасибо! Кстати, я хочу сказать мою любимую внучку. Зовут Грета. Зовут Грета, а моего брата Максим. Он человек будущего, потому что он уже маленький, но такой умный, такой потрясающий. Ты родился буквально на один день позже, чем я. И Грета мне сказала, поскольку ты 4 марта родился, мы один день подождали из уважения к деду же. Понятно! Молодцы! Я рад тебя видеть, рад, очень рад тебя видеть. Ты очень хорошо выглядишь, я тебе нарисую картину. Взаимно! Спасибо! Это будет здорово! Спасибо, Хасай! Хасай, вы знаете, вот мы с вами друг друга знаем всего несколько дней, у меня такое ощущение, что мы знакомы всю жизнь. И вообще, вот как-то вчера была на вашем вебинаре, большое спасибо, и почувствовала, что такое настоящий врач, который не просто словом лечит, а я бы даже сказала интонациями и просто своей доброй улыбкой, тёплой улыбкой. Спасибо вам огромное за это. Это не от меня зависит, это зависит от аудитории. Ну, во-первых, я скажу свой маленький секрет психологический, как я настраиваюсь проводить встречу с аудиториями. Какие бы аудитории ни были, поскольку я добрый человек по природе, это не от меня зависит, а мой дедушка был добрый. Кстати, я имел такой орден Красного Трудового Знамени. Сам труженик такой был потрясающий. И бабушка всегда говорила, дай детям играть в детстве. Представляешь, он нас научил любви, свободе, а бабушка научила нас труду, хотя дедушка был труженик первоклассный. Таким образом, вот это сочетание, так что я тут совсем ни при чём. Ну, я думаю, вы просто тут поскромничали. Хасай, вы знаете, мне вот именно почувствовав вас настоящего врача и в большей степени, наверное, даже настоящего человека, мне захотелось с вами поговорить о будущем. Тем более у вас и школа человека будущего. И вот сегодня мы много говорим о здравоохранении, о системе здравоохранения, хоть у нас в стране, хоть за рубежом. Много претензий к ней, много критики в её адрес. Но, к сожалению, мы не обсуждаем того, о какой должна быть правильная система здравоохранения, на что она должна быть нацелена, да, с какими подходами. Вот я решила с этими вопросами обратиться к вам. У меня только одно условие, пожалуйста. Мы сегодня наложим табу на критику власти и говорим только о будущем образе самой системы. Мне кажется, вам это сделать очень легко. Конечно, конечно, потому что критикой заниматься легко, и все, и программы все, и все только занимаются критикой, 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 критикой. Анализируют то, что происходит, вместо того, чтобы анализировать, какой образ будущего создать. Вот, конечно, насчёт медицины я готов поговорить, и я готов поговорить насчёт образования, в первую очередь. Потому что без образования какая может быть медицина? Хорошо, я согласна, да. Я хотела, наоборот, сделать, скажем так, переход, что поговорить сначала о медицине, а потом об образовании, потому что именно без образования никакой медицины не будет. Но, в принципе, и такая логика тоже замечательная. Это взаимосвязанные вещи, потому что человек – это целостная духовно-физическая сущность, и поэтому всё начинается всё-таки с образования. Образование, когда не хватает образованности у человека, он ведётся на что угодно. А вот что поднимать под образованностью и под образованием? Ну, в принципе, свет, просвещение – это свет, это существо, чувство бесценности живого, чувство сопереживания, чувство любви. И это должно быть главное в человеке. И вот была международная конференция по образованию у нас. Это было давно. Это партия «Справедливая Россия», по-моему, делала. Меня пригласили там выступить с докладом. Я выступал с какой позиции? Мы говорим об образовании. Там было директоров школы, много были наши, зарубежные и так далее. И там я говорил, мы говорим всё время об образовании. Но, в принципе, мы ещё не сказали о том, о каким мы хотим видеть этого человека будущего. То есть, кого мы хотим с помощью этого образования актуализировать, так сказать, на какие ценности его настроить. Потому что, когда мы обучаем людей, мы же должны всё-таки представлять, каким человек будет будущим, допустим, через сто лет, через тысячу лет, и какие качества и способности он должен иметь. И вокруг этого строить образование. Ну, то есть, образование – это не просто передача каких-то знаний информационных, там, по географии, по русскому, по литературе, по математике. То есть, вы сейчас в большей степени говорите о воспитании. Это взаимосвязные вещи. Вот, например, академик, который застрелился потом, когда вот Чернобыль произошёл. Легасов. Легасов. Он сказал, что мы на плечах Пушкина подняли Гагарина. На плечах Пушкина. То есть, вот какая связь между образованием и полётом в космос. Видите, потому что если человек не имеет света, как говорится, в своих глазах смотрящего, то он не способен. Если он не гуманист, если он не альтруист, если он не способен сопереживать, то есть человеческие качества лежат в основе образования. Так должно быть. Так должно быть. Отсюда, поэтому, очень многие ведущие педагоги, начиная там Макаренко, Сухомлинский, там и другие, Шаталов, там многие другие, вот очень много ведущих педагогов, они говорили же об этом. О способности к сотрудничеству, о способности вместе решать какую-то общую проблему, волнующую каждого. Это очень важные вещи, ведь как можно образование строить без учёта человеческих качеств. Отсюда и возникают войны, конфликты, ковиды. Почему? Потому что человечность как раз таки, она в первую очередь подполагает ответственность за свои деяния. Человек не только должен верить в хорошее, но подтверждать своими благородными деяниями это хорошее. Потому что очень много людей, которые говорят о хороших вещах, а на самом деле на практике, оказывается, делают всё против этого. Я за то, чтобы критикой не заниматься, а вместе создавать, вместе создавать конструктивно этот образ человека будущего и вообще образ будущего. И ваша аудитория, и наша аудитория, и аудитория ещё кого-то хорошо бы соединялись в этом направлении. И всё образование должно строиться в этом направлении. И брать из прошлого самые лучшие для этого. Да, брать самое лучшее, потому что сейчас очень много говорят, давайте вернёмся к социализму, да, давайте вернёмся к тому-то, к царскому периоду. Там гимназии были, лицеи были, когда был индивидуальный подход какой-то там. Везде были хорошие моменты и какие-то недостатки. Давайте мы будем синергировать позитивные моменты всех периодов истории и создавать как раз-таки образ человека будущего и вокруг этого строить образование и медицину, если хотите. Потому что на самом деле в Китае в своём время давно-давно подкармливали и подплачивали тех лекарей, которые не давали людям заболеть, а не лечили их. То есть, если наше образование бы строилось по поводу того, чтобы меньше людей болело, а не чтобы выдумывать, как их лечить. То есть, другая парадигма. Парадигма здорового образа жизни, а это без образования невозможно. Здоровый образ жизни, а на самом деле здоровый образ жизни – это когда человек чувствует, когда ему встать, когда ему лечь. Когда какой физкультурой заниматься, как общаться, когда он это чувствует, когда у него это воспитывают, и тогда он и не болеет. То есть, и врачи, и педагоги должны быть направлены на то, чтобы давать человеку эти навыки, знания и умения. А то, на что получается, обучают людей оперировать большими объемами информации, не вникая в суть смысла вопроса. Вот детишек обучают, сколько много там перерабатывать информации, не вникая в суть. Это большая проблема любого обучения. Вторая проблема любого обучения, что мы учимся в одном состоянии, а применять знания, навыки и умения приходится в разных обстоятельствах. Поэтому мы можем обучаться, 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 а попали в ситуацию, катастрофа какой-то, и не знаем, как применить эти навыки, потому что у нас нет адаптивных способностей. Вот сейчас же неопределенность такая, и мы все время в ожидании каких-то новых рисков. В ожидании плохого, кстати сказать. Это тоже, мне кажется, негативно сказывается, прежде всего, на здоровье людей и на их материальной реальности. А ведь самые сегодня такие ведущие, прогрессивные педагоги говорят о чем? Что надо научить людей работать с неопределенностью. Да. И на этом пытались построить какие-то программы, какие-то школы. Я вот, слушайте, недавно смотрел, Греф смотрел недавно, Даловский форум, Даловский форум, да. И там он говорил, что, ну, нельзя, это вырвали там из контекста некоторые кадры. А то, что он говорил, как же людям можно давать самоидентификацию, как же ими можно там управлять. На самом деле это просто вырвали из контекста. Ну, я разбирала этот момент, да. Вырвали из контекста и потом стали везде транслировать. Я сейчас не о Грефе хочу сказать. Я хочу сказать, что на одном из Таотских форумов там выступал Курпатов, говорил о том, что какой-то американский ученый, еще какие-то ученые, сегодня современный мир смотрит на это, все этим заняты, потому что в мозге, оказывается, у человека есть главное состояние, одно из главных состояний, когда весь опыт, который у него накапливается, синтезируется в новое качество развития его личности. Это они там называют дефолтом работы мозга. Ну, как смартфон, все время отвечает на звонки, все время разряжается, а есть момент, когда на зарядку его надо поставить. Это момент, когда человек как бы ни о чем не думает. Это такое состояние дефолтом работы мозга. Но у нас в школе «Человек будущего» называется нулевое состояние или состояние свободного сознания, который один из... Ну, почти все участники знают, как это быстро получать. А там в этом докладе, таком важном докладе, таком обставленном докладе, там много людей сидели, там Сбербанк и все прочее, говорили об этом важном механизме, который там непонятно, как объяснено. Мы в нашей школе «Человек будущего» всех обучаем по простейшей технологии, как это делать. На самом деле Маркс об этом тоже самое говорит. Вы представляете, у меня была в гостях профессора, которая заведовала кафедрой марксизма в свое время, и когда она использовала несколько синхронизирующих действий, совпадающих точно с текущим состоянием человека, синхронизации, вот когда внешнего материального происходит в полном соответствии с текущим напряжением человека, то есть индивидуально совпадает материальное и духовное, снимается стресс, у него происходит гармония, и она сидела потом, ну буквально через 10 минут, она сделала эти упражнения, села и говорит, слушайте, об этом же Марс говорил, я говорю, при чем тут Марс вообще, как можем понять? Она говорит, так это же состояние вот этой свободы сознания, свободы такое состояние, ну это такое состояние свободного понимания вещей, то есть когда появляется целостная картина мира, то есть Марс говорил о том, что надо дать человеку свободное время, личное, это и есть дефолт работы мозга, о чем Курпатов говорил, но там непонятно это все было, я пытаюсь понятно на двух пальцах объяснить, что каждый человек испытывает это состояние между сном и божествами, когда его мысли текут, а эмоции нет, то есть эмоции не сопровождают мысли, вот он думает о чем-то, вот проснулся, думает о чем-то, мысли текут, ничего внутри не задевая, а потом вдруг вспомнил, что сегодня встреча важна, и включился. Вот до этого момента, вот это вот нулевое состояние, вот, оказывается, это и есть тот дефолт работы мозга, и оказывается, марксизм, с точки зрения профессора, в том, чтобы освободить человека от непрерывного, постоянного, подневольного труда, освободить его, ну, сначала физический труд подневольный, потом еще какой-то там кабальный труд и так далее, наконец, чтобы он освободился, чтобы у него было свободное время подумать. Но как раз чего сегодня нет у людей, люди находятся в режиме выживания, и у них просто не минуты свободного времени, я бы даже сказала, что сегодня, то есть официально у нас вроде как остается восьмичасовой рабочий день, да, и даже в 30-е годы, кстати сказать, Сталину удалось перевести людей, при всех там пятилетках, на семичасовой рабочий день, только уже в войну там вернули опять восьмичасовой рабочий день, да, а сейчас у нас по факту 10-12 часов рабочий день у людей, еще кто в Москве живет, еще и в пробках потом стоят, кучу времени, когда тут им задуматься? Конечно, 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 вот дело-то как раз в этом, освободить человеку личное время, чтобы он мог подумать, а ведь на этом построены все восточные техники, они так говорят, что хотя бы пять минут в день человек должен оставаться самим собой, наедине с самим собой, наедине со своими мыслями, чтобы понять, чего он хочет, куда идти, зачем, а как же без этого, вот он все время задействован, а надо наконец какой-то момент для восстановления, для самоосознания, для самоидентификации, как раз это состояние нужно, но человек хомо сапис, человек разумный, как он может быть разумным, если у него нет свободного личного времени? Если у него нет времени на подумать. На подумать, а вот вы правильно сказали сейчас, что выживание, когда человек находится в стадии выживания, добавлю в условиях неопределенности выживания, когда он все время ждет каких-то неприятностей, и когда его грузят все время какими-то неприятностями, то он все время вот находится в состоянии постоянной боеготовности, боеготовности, и не знает, откуда эта бомба свалится, он все время в таком напряжении, он быстро истощается, отсюда начинаются психосоматические болезни, потому что он никак не восстанавливается, он никак не отдыхает. И отсюда такие резкие эмоциональные реакции, да? Конечно, агрессивность растет, конечно, вот не могут люди между собой договариваться, раскол в обществе происходит, и так далее, вот внушаемость у них растет, они не знают, критика снижается, здравомыслие пропадает, расчеловечивание происходит, расчеловечивание. Так вот, интересно, вот ты упомянула, Света, что вчера у нас был вебинар, на самом деле, мне потом сказали, слушайте, вы тогда говорите, уже этого достаточно, мы так расслабляемся, вы, наверное, нас гипнотизируете. А я говорю, да нет, конечно, я как раз учу, чтобы вы сами могли это делать, подбирать себе действия, с синхронной вашему состоянию, чтобы снимать стресс, создавать внутреннюю гармонию, и научиться понимать, и принимать ощущения в сложных ситуациях, работать с ним определенно. А как же так получается, вот когда вы говорите, мы так расслабляемся, успокаиваемся. Я говорю, слушайте, это у всех педагогов так бывает, если человек занят, живет предметом, который он рассказывает, дети сидят за вооружением. Это же инициация называется, она всегда была, хоть географию рассказываю, хоть физику рассказываю, если педагог действительно в этот момент живет тем, о чем он говорит, так у него и происходит то, о чем писал там в известной своей книжке, которая покорила весь мир в свое время, я забыл, как завоевывать друзей там и находить контакт с собеседником. Ну, сейчас вспомню, я уже старый, я сейчас вспомнил. Он говорил, ты должен говорить так, как из бочки вытащили затычку, чтобы в фонтан пошел. Я как раз вспоминаю на эту тему, как Марьетта Шагнинян, известная писательница, которая написала четыре урока у Ленина, чем отличалась, когда говорил Плеханов и говорил Ленин. Чем отличалась? Потому что, говорит, когда говорит и говорил Плеханов, видно было Плеханову. А когда говорил Ленин, была видна революция. Ну, человек, каждый говорит о себе, он не может не говорить о себе. Так для Плеханова, революция, о которой он говорил, это было его я. Он сидел, он умно говорил, и так далее. А для Ленина, его я, была эта революция. То есть, он был в этом потоке. В этом потоке. И поэтому люди, они были в инициации, конечно. Вот как и я, когда веду занятия, они тоже в инициации. А как же тот образ, который я, парбирую своим языком, объясняю простыми словами, сложный такой, сложный предмет психофизиологический. Я объясняю своими словами. Это мною продумано, я постоянно об этом думаю, ну, как Ленин. Ну, я так с юмором скажу. Ну, я тоже 24 часа в супе думаю о любимом деле, и как он думал о любимом деле, как ты любишь о любимом деле думать. Мы же не можем не думать о том, к чему мы предназначены. Вот ты почему так хорошо ведешь? Потому что ты живешь этим. А вот посади на твое место другого человека, который в этот момент совсем другое дело интересует. Он живет тем делом. Поэтому Кажа должен на своем месте быть, да. Да, я с вами согласна, как человек, который занимался подбором персонала. Я как раз это очень хорошо чувствовала. И вы знаете, я, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше встречала людей, которые бы занимались своим делом, которые бы были счастливы. Кстати сказать, вот одна из самых счастливых профессий считается парикмахер. Ну, она такая, одна из самых независимых. Тут можно всегда заработать, независеть от кого-то, если ты любишь. И вот моя подруга, мой мастер, она вот именно такой человек. У меня всегда проблемы, когда я куда-то уезжаю. А как я без Лены вообще обойдусь? Потому что это единственный человек, которому я могу доверить свои волосы, и я знаю, что она их сохранит и сохранит их красоту. Причем она, по-моему, даже больше озабочена этим, чем я. То есть этот человек живет своей профессией. К сожалению, сегодня таких людей практически ну, очень небольшой процент. и многие скажут, ну, вот мы должны выживать, куда тут денешься, никуда не пойдешь. Работе и места только вот такие и такие. Поэтому, Геош, тут нам до развития, нам бы не до жира, быть бы живым. Да. Вот я тебе сейчас скажу, есть такой выдающийся современный психолог, Чиксент Михайлович. Венгрия по происхождению, он живет в Америке, он профессор, он там преподает, он уже взрослый, он старше меня, но я его очень уважаю, потому что он создал теорию потока. Он изучал в течение 60 лет непрерывно людей, которые пережили Великую войну, были в выживании, выживании, потом они становились на ноги, потом они жили, жили, и вот он среди живущих уже изучал, кто из них считает себя счастливым. Это очень интересное исследование, потому что много лет это проводил, проводил как психолог, большой умный, с философским пониманием, лично с ними, со всеми общался, и вот оказалось, что когда человек выходит из ситуации выживания и переходит в ситуацию некой определенности в жизни, когда у него появляется уже жизнь, а не тратится вся энергия мозга, как выжить, как выжить, как выжить, когда он уже живет, вот среди них только 30% оказывается людей, которые считают себя счастливыми, и он стал их изучать, тоже считают себя счастливыми. И оказалось, что 30%, которые считают себя счастливыми и имеют смысл в жизни, это те люди, которые нашли свое любимое дело, и когда они занимаются любимой деятельностью, они там испытывают экстаз, экстаз, такой экстаз, который отрывает от всей рутины, от всей бытовщины, и он когда занят этим любимым делом, он там, ну, скажем так, такой кайф получает, ради чего он и живет, это смысл его жизни. И там уже говорит, не зависит от уровня дохода. Как только он встал на площадку жизни, уже не зависит от уровня дохода, эти 30% могут и миллионы зарабатывать, и четверть миллиона зарабатывать, и меньше зарабатывать, но они на уровне жизни уже, из них 30%. А я считаю, что наше образование, наше образование и наша медицина должны сплотиться таким образом вокруг этой идеи. То есть там люди, которые заняты любимым делом. Образование должно обучать людей, находить в себе таланты и способности, и способствовать их развитию. Потому что я, как психофизиолог, вычислил, что счастье человека в раскрытии своих творческих способностей. А стресс человека заключается в том, что человек по природе, по своему геному, творец, когда ему не дают раскрывать свои творческие качества, у него возникает взрыв, он начинает разрушаться, он начинает пить водку, он начинает конфликтовать, он разгружается. Потому что нет выхода вот этого творческого генома, который у него выработан миллионами лет эволюции. В нем этот конденсированный геном, который его по потребности созидать, вот застав человека не творить, и не сможешь, застав человека не любить, и не сможешь. Любить, созидать, это его геном. И вот если ему не дают это делать, так вот образование должно способствовать тому, чтобы помочь путем обучения и воспитания, и воспитания, чтобы человек открывал себе творца. А сегодня это вот так необходимо, потому что России нужны новые технологии, новые изобретения, чтобы вырваться вперед, создать качественный скачок. А у нас даже законы по изобретательству, законы по авторским правам, законы, защищающие в человеке творца, очень размытые. Поэтому наши все творцы утекают как мозги, куда-то туда, где более защищены. Ну, вы же в чем понимаете. Потому что человек по природе творец. Ну, вы знаете, вот вы сказали очень важную вещь, смысл жизни, да, смысл. Вот, как мне кажется, нам сегодня не хватает не только осознанности, но и осмысленности. Я в свое время, я уже говорила, вот зрители моего канала уже от меня слышали такую фразу, но это не моя фраза, я просто, скажем так, наблюдая за людьми, беседуя, я же тысячи интервью провела с разными людьми, разных специальностей, разных профессий, разных уровней. Вот, у многих я наблюдала такое, знаете, настроение, что они на работу идут, как на каторгу. Хотя казалось, откуда в 21 веке нам известно, что такое каторга, да? Вот, и в свое время у Достоевского записки из мертвого дома прочла как раз вот именно что же такое каторжная работа. Это работа, лишенная смысла. Вот не зря в концлагерях немцы заставляли делать бессмысленную работу людей, они тем самым убивали в них вот человека, душу, вот это творческое начало, да? Вот, и то, что сегодня на самом деле происходит с людьми, но людьми это неосознанно и неосмысленно. Но самое главное, вот вы говорите, нет времени людям заглянуть в себя и подумать. А у меня есть ощущение, что многим страшно заглянуть. Вот в прошлом году, когда многие оказались дома, вынуждены, да? Кто-то проснулся, кто-то ведь и испугался того, что увидел и наконец-то осознал. Конечно, потому что когда сон разума рождает чудовище, как говорится. А человек, поскольку творец, я повторюсь, для того, чтобы он открывал себе этот творец, надо, во-первых, чтобы каждый человек мог найти себе любимое дело. Это то дело, которое ты делаешь с удовольствием, потому что всё, что ты делаешь с душой, у тебя получается хорошо. Так вот, если людям не давать заниматься любимым делом, если не помогать им открыть себе таланты и способности, если не давать человеку другими словами развиваться, то человек же не может не развиваться, вот он поэтому и разрушается, и поэтому сегодня в первую очередь нам надо всем сплотиться, всем плашчатам, всем платформам нормальных людей соединиться и вместо критики существующего. Это можно бесконечно делать, как эти журналисты делают, как это всё время и по телевизору. Постоянно критикой занимаются. Слушайте, соберите свои умы и давайте создавать образ будущего, предлагайте новую свежую идею, давайте развивать представление, каким он должен быть человек будущего, какими качествами обладать. Ну, я, например, могу сказать, в первую очередь, конечно, он должен очень быстро адаптироваться к любым неожиданным ситуациям, то есть развивать у себя способность адаптации, повышать творческие возможности, работать с неопределённостью. Ну, у меня, например, есть эти технологии. Ну, и я думаю, что в связи с тем, что очень технологии достаточно быстро развиваются, меняются, да, то, соответственно, человек должен всегда быть готов к обучению, к постоянному обучению и переобучению, потому что, если, допустим, в начале 20 века люди получали профессию, да, и потом всю жизнь могли отработать по этой профессии, технологии, ну, как бы, не сильно менялись, да, там, ну, они повышали квалификацию, но всё равно оставались профессии. То есть сегодня темп смены технологий настолько быстр, что одни профессии отмирают, другие появляются, и тут за ту же жизнь, да, за те же 40, там, лет трудового стажа людям в будущем, наверное, всё-таки придётся не раз быть готовыми не поменять свою профессию. Конечно, для этого надо развивать образы смыслового мышления у человека, не только, вот, как мы сегодня количественные линейные подходы, как вам говорил ваш собеседник, нелинейный подход нужен. Нелинейные, это имеется в виду, количество качественных переходов, мы должны учитывать, а для этого надо развивать в человеке творца, вот, если мы научаем человеком мыслить, а не только получать информацию, её использовать, а мыслить, существо вопросов понимать, думать, если человек homo sapiens, соответственно, он должен соответствовать своему природному предназначению. А для этого, опять вернусь к этому, что он должен научиться управлять стрессом, управлять энергией напряжения стресса в собственном усмотрении до решения самых различных задач, от математических до изобретательских, до повышения уровня своего здоровья, иммунитета и так далее. Вокруг этого надо сейчас группироваться, потому что очень много людей, вот мне там на вебинаре спрашивали, я читаю этого психолога, я читаю этого психолога, я читаю этого психолога. Один говорит, аффирмации надо так делать, другой говорит, надо аффирмации так же надо делать. Я дал сразу совет, главный совет, как образовываться и кого читать, и кого слушать. Сначала возьмите, прочитайте его биографию. Что он, какими своими делами свою теорию подкрепил, оправдал. И вы вдруг увидите, что какой-то торговец книгами вас обучает, как надо заниматься искусством. Или какой-то там один чем-то занимается, а он вам советы дает, как быть здоровым, когда вставать, когда ложиться там, или что кушать, что не кушать. Ну, как можно его слушать? Смотрите биографию. Кто что сделал? Было бы странно, если бы вы учились теннису не у чемпиона мира по теннису, а у бывшего засладывать. Но это странно, он дает советы, как играть в теннис. Смотрите биографию, и это вам сразу поможет выбрать, слушать эти советы или нет, а лучше всего слушать свои собственные. А для этого надо хотя бы пять минут в день, отыщившись от всех забот, впечатлений и тревог, выходить на состояние задумчивости и в этом состоянии эмоционального запихания, эмоционального покоя, понять, чего же ты хочешь, кто ты такой, зачем тебе что нужно. То есть на самого себя, потому что там в природе... Главное, в депрессию не свалиться после этого. После этого не свалишься в депрессию. У нас, наоборот, из депрессии выходят. Потому что человек вдруг понимает, он говорит, я же, говорит, всю жизнь барабанщиком хотел быть, а я, говорит, всю жизнь говорит, вот эти, что же я так делаю? А я говорю, а что же ты так делаешь? А это казалось тогда выгодным. Вот как соединить желаемую деятельность с проживанием, с выгодностью? Так над этим и надо всем соображать, как это духовное развитие соединять с материальным достатком. Так об этом и надо думать, как согласовать духовной и материальной ценности. Ну, то есть, вот смотрите, получается, что мы с вами говорим о том, что образование должно быть максимально направлено на то, чтобы раскрывать таланты и способности самого человека. Получается, само государство должно быть построено таким образом, чтобы человек любой профессии был востребован. Ведь почему сегодня идут, не идут там в профессию, не так много людей идут учиться на врача, на учителей. очень многие как раз придают свое призвание в силу того, что они не могут там заработать на хлеб насущный. Вот, и здесь как раз, то есть нам говоря о том, об образе будущего в целом, не только образования, а вообще государства, мы должны понимать, что какое-то государство должно обеспечить какой-то минимум всем, чтобы человек именно на что не думал о выживании, о том, на что завтра его, зачем он завтра за ЖКХ заплатит, на что он завтра ребенку поесть, купит, а именно уже выбирал профессию по душе, что собственно говоря в Советском Союзе и было, как мне кажется, сделано. Положительное было это, при этом были и недостатки, вот надо же взять положительное, что было, а не вообще Советский Союз, потому что Советский Союз в этой системе справедливости жил не всегда, а какие-то периоды, то есть надо брать из тех периодов полезное, а то некоторые люди просто непросвещенные, они просто не знают, что были в Советском Союзе периоды, очень даже неправильные, они просто сразу, они думают, вот сейчас очень плохо, сейчас больное время, большая турбулентность, надо вернуться к прошлому, это чисто механический подход, прошлое тоже у нас разное, и хорошие участки были, и плохие участки были, надо же все-таки быть, как говорится, не невежим, чтобы вот так вот, как тетушки, там, крикуши, ой, давайте за социализм, да кто же против того, что в социализме были хорошие моменты, так вот эти хорошие моменты изучать надо, и увеличивать надо, а не просто вообще за социализм, там и плохие моменты были, я вам могу сказать, туалетной бумаги не было, а вот за рубежом у этих врагов туалетная бумага была, а мы чем занимались туалетом, кто вспомнит это вообще, чем он, как говорится, пользовался, или балерина танцует, а у нее там тонна бумаги, потому что месячные, и как покупали за границей, привозили те, которые имели связи там какие-то, ну это же жуткие моменты тоже были, ну прогресс шел там, где-то там в капитализме несчастном, который прогнивает, как говорится, а здесь люди ходили, вот, пользовались не туалетной бумагой, ну это же тоже дикость, понимаете, то есть надо же, чтобы положительное взять в социализм и увеличивать, Ленин пытался в свое время и капитализм, и социализм каким-то образом гармонизировать, тоже МЭП предложил тогда, для тех инициативных людей, которые имели, так сказать, практическую жилку коммерсантов, вот этих бизнесменов, да, тогда имели, но в день провалился, потом Ленин писал о том, что, потому что люди были недообразованы, что образование должно быть у всех, правильно, он многие вещи хорошие говорил, и Сталин многие вещи хорошие говорил, и Черчилль хорошие вещи многие говорил, и Зехаур хорошие вещи говорил, у всех есть хорошее и плохое, понимаете, надо брать хорошее, изучать хорошее, а не заниматься вот здесь, давайте в социализм или в капитализм, это же глупость, надо создавать новое общество, знаете, какое, не капиталистическое и не социалистическое, а человеческое. Да, я с вами полностью согласна, кстати, сказать, уже сами капиталисты объявили, что капитализм закончился, ну, просто потому, что, это даже чисто физически можно объяснить, невозможно в замкнутой системе, каковой является наша планета, бесконечно расти, поэтому, а социализм, в принципе, как обратная сторона капитализма, получается, тоже, это уже модель прошлого, и именно... это прошлый век, социалисты рухнули, я вам скажу, почему, не потому, что внешние враги по программе своей внедряли нам плохие вещи, потому, что в замкнутой системе, в замкнутой системе, а научно-технический прогресс всегда идет впереди, появилась возможность у людей слушать зарубежную раму, и когда мамы здесь узнали, что и на том конце планеты матери также любят свои детей, а не только, как нам внушали, здесь человек человеку друг, а там человеку враг, и, как говорила Далай-Лама, везде люди одинаковые, они везде переживают, они везде любят, он же миролюбец, Далай-Лама, будет же миролюбец, он же говорил об этом, везде люди, есть люди, когда люди наконец услышали эти голоса зарубежные, когда уже научно-технический прогресс пришел к тому, что их невозможно было заглушать, когда люди начали слышать друг друга, тогда и появился Горбачок, не Горбачок сделал перестройку, он попал просто в этот момент на волну, дальше все пошло на автомат. Но вы знаете, мне кажется, все-таки здесь понятно, что Горбачок он сам по себе не взялся из ниоткуда, но мне кажется, здесь все-таки именно в какой-то момент стало превалировать не духовное и нравственное развитие человека, а материальное, материальное победило. Вот я сегодня как раз слушала разговор там Зазнобина, это человек, который создавал концепцию общественной безопасности, он там называет несколько таких типов психики человека, это как животная психика, демоническая, зомби и человеческая. И вот он как раз говорил о такой идее, что только человек может перейти с животной стать, то есть если животное рождается и умирает с животным, только человек может родиться с животным психикой, с инстинктами собственно говоря, и перейти на уровень человека и умереть человеком. Мне кажется, но тут очень опасность большая уйти в демоническую психику, и вот мне кажется это то, что случилось с очень большой частью советского народа. Это то, что нам 70 лет подряд внушают, что свобода, свобода это материальные ценности, и поэтому когда люди дорвались до свободы, они стали сразу превращаться в этих и пошли по этой линии, где твои деньги, если ты умный, если ты умный, где твои деньги. И они повелись, конечно, потому что для них понятие свободы, они же не были свободными, и вдруг свобода, а им все время внушали, что свобода это вот это. Естественно, ну как раба можешь ты вот возьми не Советский Союз, а вообще раба, выпусти, и дай ему свободу. Ну какую свободу он сделает? Ну как это же было при царе, когда отпустили этих крестьян, на крепостное право отпустили, так они же потом опять стали возвращаться к этим баринам, потому что они не знали куда эту свободу. Понимаете, то есть эта культура, она развивается, она эволюционирует. Вот так вот бросаться туда-сюда, мы и так бросаемся, а то в направлении вектора, если ты умный, где твои деньги, или то в духовную сторону, все превращаются то в экстрасенсов, то в таких религиозных, все время качаемся туда-сюда, но это же в конце концов, вот для этого как раз я и думаю, мы наши беседы создаем, чтобы люди задумались, что такое человек, какие качества у него главные, в отличие от животных, и развивал в себе эти главные качества, эти качества, которые у него есть, в сравнении с искусственным интеллектом, который развивается, почему человек создал искусственный интеллект, который может его поработить, для того, чтобы человек в своем эволюционном развитии, создав себе такого же конкурента, который лишит скоро его рабочих мест, задумался наконец, чем же он отличается, чтобы у него самосознание происходило, чем же он отличается от животных, от искусственного интеллекта, чтобы он всегда развивался и был как раз-таки, как говорится, ставший на путь тебе помогает Вселенная. Ну, в религии это говорят, Божий промысел, когда ты знаешь Божий промысел, ты там на Восходящем находишься. Ну, чтобы люди задумались, кто они, зачем они, откуда и куда идут, вот для чего нужно, об этом надо думать. Ну, вы знаете, вот как раз, когда мы говорили с вами о свободе, я вспомнила, недавно пересмотрела как раз фильм «Убить дракона». Да-да-да-да, о-о-о, любимая вещь, вот именно, вот именно, вот именно, потому что он анселот, по-моему. Он анселот, да, то есть. Да-да-да, как я люблю эту вещь, как гений Марк Захаров. Он когда им дает свободу, а они падают на колени, и в конце концов ему говорят «холодно с вами». Да-да, конечно-конечно, в этом-то и дело. Нельзя быть рабом у рабов, надо все-таки у человека превращаться, а человек не может понять, что он не свободен, пока он не может, пока не будет чуть-чуть свободен. Опять возвращаюсь к тому, о чем он говорил в начале. Если он от всех задействованностей не освобождается на время и не остается самим собой, со своей природой, он постоянно в этой задействованности ведом то-туда, то-туда, он не восстанавливается, ветки мозга не накапливают запас питательных веществ и кислорода, потому что у человека и аптека внутри есть, выработанные миллионы миллионов и гениальность у человека есть. Надо, чтобы и здравоохранение, и образование, понимая это способствовало этому открытию в человеке творца, а не исполнителя только. Ну вот, кстати, сказать, все-таки чуть-чуть, если мы сфокусируемся сейчас на здравоохранении, то есть здесь главную функцию, насколько я вас понимаю, приобретает именно профилактика здоровья, да, то есть основная часть заболеваний, которые сегодня страдают, это же, собственно говоря, опять же, результат нахождения в стрессе, результат каких-то психических, душевных... Именно так, именно так, именно так, стресс уже во всем мире все признали, является главным фактором возникновения всей психосоматики, невропсихических нарушений, снижения иммунитета, а дальше идет социальная проблема, и конфликтность, и аварийность, и все прочее, стресс, конечно, стресс. То есть, получается, медицина должна остаться чисто такой, в большей степени травмы лечить, ну, физические какие-то, да, такие? Острые ситуации у китайцев как принято, сначала лечим здоровый жизни, потом лечим точечным массажем, потом лечим травами, потом лечим, если не получается, уже ножом, с капелью, первое, здоровый образ жизни, а у нас как, у нас же люди необразованные в основном, эта наука же не раскрыта, ею не занимались, у нас кажется, образ здоровой жизни, образ жизни, это утром встать и бегать, а человеку по своей природе, допустим, он сова по природе, да, ему бегать вечером надо, вот отец бывшего бегал, там, президент, упал, потому что сердце схватило, и больше по утрам не бегало, ему надо было вечером, а то у нас же начинается бег ради жизни, и давай, в 6 утра вставай, потому что солнце встает, все пишут, потому что там гормоны специальные, именно тогда вырабатываются, если вы встаете не в то время, они не вырабатываются, а каждый же индивидуален, каждый же индивидуален, есть люди, которые рано встают, это и в пору, они так и должны быть, есть люди, которые встают чуть позже, а есть люди, которые промежуточные, которые могут и тогда вставать, тогда вставать, и это зависит от индивидуальных особенностей, от того, что он перенес травмы в детстве, мама ли, когда его рожала, не было бы травматизма, правильно ли она рожала, врача, акушерки, ошибки делали, ребенок родился, травматичный уже, и он уже не может рано вставать, он рано встает и целый день нервничает, потому что это не его время, ему надо встать, только это много причин этому, и здоровый образ жизни, это как раз эти жития, в соответствии со своей индивидуальностью, а не обязательно именно утром вставать и бегать, это глупость, полно, но это же, понимаете, мы шаблонировали, шаблонировали наш мозг, вместо того, чтобы мыслить, понимать и чувствовать себя, компас наш внутренний открывает, как Толстой говорил, среди разнообразия множества разных явлений в мире, что может быть, которое помогает вам ориентироваться, это совесть, а для здоровья это чувство здоровья, для того, чтобы чувствовать себя здоровым, надо научиться снимать стресс, потому что, когда в стрессе у тебя внимание суженное, туннельное, ты ничего не видишь, ничего не слышишь, у тебя работает только инстинкты самосохранения, как в условиях неопределенности, а там бей, беги, бей, 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 замри, это же животные истинкты, чтобы победить себе этого животного и выйти на творческое, на осознанное поведение, надо как раз заниматься обучением, навыкам саморегуляции, как использовать энергию стресса, как стресс, трамплин, до смех, достижения, я уверен, Светлана, многие сейчас в вашей аудитории, которые это послушают, очень будет разное мнение, очень будет разное мнение, что это там за какой-то доктор непонятный какие-то глупости говорит, а знаете, почему так происходит? Дело в том, что если они привыкли к вам или ко мне, а в моей аудитории будут говорить, что это там за девушка такая, иначе это у всех так, это у всех так, потому что есть группа людей, которые вокруг кого-то собираются и хотят, чтобы она всегда соответствовала их ожиданиям, и вдруг она с кем-то разговаривает, который не попадает в их понимание, и они начинают тебя критиковать, что ты там это, ты нас разочаровываешь, мы-то тебя тут ждали, а ты теперь начала вот этим заниматься, ты начала этим заниматься, понимаешь? это тетушки, это тетушки, крикушки, которые не понимают вообще о чем речь идет, потому что шаблону не соответствует тому, чего они ждут, ну она допустим идет в баню, а там вместо бани церковь, и она вот в шоке, ну не понимает, что может быть за это время там что-то переставляет, я просто хочу сказать, чтобы люди, как все говорят, сняли шору, и сначала вникли, о чем же ты говоришь, вникли, и постарались понять, а не критиковать сразу, потому что критиковать, расплюнуть, это так легко всех критиковать, это, знаете, я все вспоминаю, ну у меня когда случается такое, я вспоминаю фильм «Доживем до понедельника», где там, помните, сочинение мальчик написал, счастье – это когда тебя понимают, потому что очень часто кажется, что мы тебя прекрасно понимаем, а на самом деле нифига вы меня не понимаете, ну или я вас не понимаю, то есть такое тоже есть. Мы часто говорим вроде как об одних вещах, но имея в виду разные образы у каждого в голове свои. Вы знаете, Хасай, вот вы очень сказали момент такой важный, что когда человек находится в стрессе, он живет в режиме, срабатывает инстинкт самосохранения, да? Сохранение выживания и туннельного зрения. То есть, естественно, получается, что тут уже никакого общественного вообще не колышет никого, все заняты личным, да? То есть, вот тут, я опять же, вот я вспоминаю книжку, военные книги в основном я люблю, у меня военная тематика одна из моих таких любимых вещей, да? Я когда читала там Чайкова, Сталинградская битва или там Волоколамское шоссе. Я тоже люблю, да, тоже люблю. Вот, там как раз вот эти вот ощущения, когда ты лежишь, когда в тебе срабатывает инстинкт самосохранения, вот этот страх, вот я помню в Волоколамском шоссе как раз это, когда вот тебя, ну, магнитом примагничивает, тебе головы не поднять, тебя вот эти клещи страха к земле приковали. И вот этот момент, когда нужно победить свой страх, когда себя силой, можно сказать, нужно оторвать и пойти в бой. И вот мне кажется, сегодня, сегодня, ну, где-то такая же технология нужна. Почему я вот эти еще книги читаю, да? Ну, потому что мне всегда проще, когда у меня какая-то сложная ситуация складывается, я понимаю, что им было сложнее, потому что у меня речь идет о потери там работы или еще чего-то, а там речь о потери. Нет, ну, конечно, жизнь и смерть, это такой два полюса. Ну, конечно, там как раз такие вот людей включались, какие ресурсы, люди делали подвиги. Конечно, мы это читаем, потому что нам хочется понять, а как же там, на этой грани между жизнью и смертью, как же, что у нас? Мы изучаем сами себя в этот момент, мы самопознанимся, когда читаем эти книги. Они нам дают огромнейший материал. Конечно, я поэтому тоже люблю. Света, я скажу тебе, почему я люблю с тобой разговаривать? ты позволяешь, ты позволяешь, чтобы я вот так эмоциировал, говорил, там, понимаешь, ты включаешь у меня это направление, это направление, и пускай твоя аудитория не обижается, что мы берем вот так разные-разные направления, начиная от здравоохранения, ты задал вопрос, мы перешли к Ленину, от этого Ленина к Чинскен-Михаи, там, вообще я хочу сказать, что психологов-то сегодня нету практически, все же психологи, которые, великие психологи, физиологи, Сечин, Павлов, там, Ухтумский великий наш, Узнатзе великий наш, они же все умерли, никого же нету, остались только те, которые переписывают и других этому учат, искажают, они же не Ухтумский, Ухтумский был великий человек, это, я считаю, что на всей планете, в разных модификациях в мире, вот то, что он говорил о доминанте, кто-то писал, кто-то говорил и в Китае, и в Индии и так далее, но он это сформулировал на современном языке, Ухтумский наш великий, как нам не любить наших таких титанов, но их же уже нету, и Пушкина нету, и Гермонтова нету, вообще сейчас практически никого нету, мы живем, а нам, осталось мало таких великих людей, наших самых таких писателей, мощных и так далее, тоже загнали в такую ситуацию, театр наш загнали в такую ситуацию, которая под этим трендом, как выжить, мне кажется, когда я все-таки думаю, что настанет, и причем это время уже достаточно близко, когда вот эта пружина разожмется, я не имею в виду какой-то социальный взрыв, я очень надеюсь, что нам удастся его избежать, и мне кажется, вот этот долго сдерживаемый потенциал нашего народа, а у нас люди действительно талантливые, он прорвется, вот как, собственно говоря, в революцию случилось, людей пустили до образования, и этот потенциал хлынул, и мы сделали столько всего, и мы первые Гагарина в космос запустили, и здесь мне кажется, что сейчас вот, то есть нам, опять же, нужен прорыв, то есть и может быть, это вопрос, опять же, посмотреть на ситуацию не только с плохой стороны, которую мы и так все видим и ощущаем, но посмотреть, что может быть в этом есть и плюс, что когда это все выплеснется, и тут главная задача власти, и всех вообще нас, и не только власти, не нужно уповать на власть, нас самих, вот это четко, правильно сфокусировать, придать этому вектор, Задорнов все время говорил, что у нас мозги нормальные, у нас нет вектора, вот нам важно, вот этот... Правильно, правильно, сейчас вектор должен быть один, способствовать творческому развитию человека, способствовать тому, чтобы способности, которые у него есть, могли раскрываться, это главный век, законы, законы авторских прав, законы меценатства, законы благотворительности, чтобы Госдума продумала как следует, потому что сейчас человек и хочет помочь кому-то, допустим, у него деньги есть, а боится, боится, ну, что законы такие, его обвиняют в том, что он еще что-то там под этим подразумевает, но это же много чего тут все взаимосвязано. И вот, кстати сказать, если государство сможет, ну, мы тут, опять же, не надо уповаживать, что государство, государство это мы, мы сами должны создать, придумать такую систему, которая бы вот давала реализацию, возможность каждому, да, и, их тоже, и здесь какая еще проблема решается? Проблема мотивации сотрудника, да, вот сейчас все сидят и придумывают, как замотивировать, вот KPI, там еще что-то, все завалены дурацкими отчетами, толком все равно никто ничего не умеет оценить, результативность того или иного сотрудника, точно не могут, особенно, когда это умственный труд, как тут вообще оценить? Ты думаешь, ты 24 часа думаешь, у тебя выходных нет, да, это сотрудники умственного труда, вот, и мне кажется, здесь как раз, когда человек занят своим делом, он не бегает наперекур, он не смотрит, когда там наконец работа закончится, да, то есть ему премия и не премия, ему важен результат, и происходит вот это синергетические эффекты и у педагога, и у врача, и то есть и тут автоматические качества обучения получаются, и у детей прививается любовь к школе, ведь сегодня, извините, вот я слушаю родителей, да, я смотрю на детей, они ненавидят эту школу, я уж не знаю, как им там чего преподают, но детей не бывают, охота учиться, хотя ведь любознательность любому ребенку изначально присущая. Надо искать в этом ребенке, как делали великие педагоги, именно то, к чему он готов слушать завороженно, что ему нравится, и на этом языке с ним разговаривать, эти педагоги тогда должны быть такими. Но и родители тоже должны так же поступать, а то родители сегодня тоже набивают, и надо, не надо. Они не наблюдают иногда за детьми, к чему ребенок расположен, что он там делает, рисует, там он, или там, кубики, или какие игры играет, надо как раз таки в этом усматривать. Я не хочу сейчас про наши методы говорить, ключа, потому что там у тебя аудитория не совсем еще знает, чем я занимаюсь. Ну, хотя бы они, пускай взяли бы там под моим роликом какие-нибудь в YouTube-канале описание посмотрели, тогда бы они по-другому отнеслись, тогда бы я мог раскрыться больше, потому что тогда вдруг твоя аудитория кто-то раскрывается, а они любят тебя, а не его, понимаешь? Ну, это обычная психология, но чтобы раздражение не возникало, обязательно кто-то появится, который говорит, что вы там делаете, чепуху какую-то слушаете, потому что не знают, с кем разговаривать. Послушай, Свет, именно то, что мы начинаем с тобой разговаривать, именно то, что ты по натуре человек беспокойный за будущим человека и человечества, именно поэтому мне с тобой легко синергетически разговаривать, то есть у нас возникает вот эмоциональная такая живая беседа, именно это и должно сейчас происходить среди людей. Они должны наконец вспоминать, что они люди, они должны вспоминать, что именно человечность важна, что вот это доброта, созвучие, сотрудничество, сострадание, что вот это важно в себе воспитывать, потому что их давно отучить. Я помню, Советский Союз кончился, знаешь, с каких слов? Когда тебе в трамвае или в кассе метро, когда у тебя что-то не получалось, или когда ты не мог купить билет на самолет, тебе говорили, это ваши проблемы. Со слов это ваши проблемы, началось сопровождение развала Советского Союза. Ты представь себе, человек, который раньше считал, что ты товарищ, и тебе скажут что-то, и ты отзовешься, и вдруг ты в кассище это и говоришь, вы знаете, я вот пять копеек потерял, подождите одну секунду, она говорит, это ваши проблемы. Вот с этого началось сопровождение развала Советского Союза. То есть это безразличие, по сути это безразличие. Конечно, это есть расчеловечивание. У меня друг Роман Газенко, он внук Газенко, который был директором Института медико-биологических проблем, где готовили программу для космонавтов Газенко. Он, значит, занимается проблемами тоже. Что такое расчеловечивание, о чем ты говорила сегодня, Светлана, что давали немцы там в гослагере бесполезные, безрассмысленные, безупорядоченные, непонятный, какой труд человеку, который делает, и тут же меняется оценка его труда по неизвестным ему алгоритмам и правилам, когда его заодно хвалят, а завтра за это же будут ругать, и у него происходит расчеловечивание, когда он не имеет смысла этой работы или смысла своей жизни. Роман Дозенко мой друг, он тоже об этом говорит, он журналист, он в Германии, он различный. Я знаю его, да, я знаю, да. У Виктора Франка, кстати, есть такая, это психолог, который прошел концлагерь, врач, да, и написал потом книгу «Сказать жизни да», он как раз очень важный момент говорит, что выживали в концлагере те, кто имел цель, кто имел цель, кто имел цель, образ будущего, когда война закончится и когда он уже из этого концлагеря выживет. То есть, человек и держался за эту цель. Я тебе хочу сказать то, о чем мы с тобой говорим, говорили Пушкин, Коржак, Чехов, Станиславские, говорили все великие люди, то, о чем мы с тобой говорим. Я хочу, чтобы вся аудитория твоя и моя знали, что именно об этом говорили все эти люди. Репортаж с петлой на шее, о том, кто в концлагере выживал, они все об этом говорили, надо об этом говорить чаще, потому что нас уже замужили, из нас пытались сделать предприниматели, не давая условия быть предпринимателем, как будто все рождены быть предпринимателем. Глупость какая полная. Но Юлиус Фучик тоже предупреждал, люди будут... Конечно, об этом же вот об этом все великие люди. И Лермонтов говорил об этом, и толстой, мой любимый, говорил об этом. Ну, вы знаете, вот мне хотелось бы закончить на той мысль, что все-таки вот сегодня мы просто себя заставить должны. Именно если мы хотим выжить, мы должны держать образ будущего позитивный и держать его, что вот он сегодня уже, мы уже понимаем его, что проживать его сегодня, в мозгу проживать, и тогда мы себя в эту реальность, собственно говоря, и вытащим. а если мы все время только негативный образ, вот у нас сегодня происходит негативный образ, так мы себя туда и проецируем в этот негативный образ. То есть мы туда... Переставим заниматься критикой, как эти политики все время конфликтуют, критикуют, журналисты все время критикуют, что-то они спорят, вместо этого созидать. Будем говорить, а основа созидания основана на человечности. Будем чаще говорить о том человечность, человечность. Кстати говоря, в любой профессиональной деятельности, если в человеке есть человечность, у него есть ответственность. коронавид или какого, не возникает. Именно ответственность за свои дела, за последствия своих поступков, это и есть человеческие качества. А вот, кстати сказать, уж извините, что еще раз задержу вас, очень часто можно услышать такую фразу, особенно вот я когда подбирала людей, хороший человек и профессия. Хороший человек это намного реже, чем, то есть профессионала можно найти такого супер-пупер профессионала, который будет, я тебе уверяю, этот супер-пупер профессионал кажется, что он супер-пупер. Ну да, нет, но я имею в виду, что он он будет. Он терявый как человек, вы из него профессионалы. Ну да. То есть, если, то есть, то есть, то есть, у нас получается сегодня даже вот сбитые определения, да, то есть, профессионал, сколько бы он хорошо, чего не знал, да, если в нем человеческого нет, ну это недопрофессионал, непрофессионал. А ты знаешь, я тебе скажу, нормальность человека это болит не только о себе, но и о человеческом. И это зависит от масштаба мышления. Ты масштабный человек, Светик, я поэтому тебя люблю. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам, я очень счастлива нашему знакомству. Спасибо, всего хорошего. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok